Всем доброе-доброе утро! Сегодня 26 июля 2023 года и я занимаюсь уборкой и гуляем мы с нашими собачками. Все-все-все собачки наши гуляют и передают всем доброе утро с пожеланиями доброго дня и прекрасного настроения. Я, как всегда, выношу с утра бобки от огурчиков. Никогда не могу выбросить, потому что собачки очень любят покрызть что-нибудь. И это... На, забирай, забирай. Дерутся! Это огурчик, морковка всегда. И так целый день. Смотрю на кухню, муж отложил сторонку, я и вынесла. Итак, всем доброго утра с пожеланиями доброго дня и прекрасного настроения. А что мы тут живем? Малыши все гуляют и веселятся. Сейчас я вам покажу маленьких. Лавушка, мамочка кушает. Она забрала огурчик. Так, Надюш, привет! Надюша, Надюша, Надюша! Привет, девочка! Как твои дела? Надин сегодня проводит последние сутки. Так где же ты тут делась? В нашем питомнике. Завтра она отправляется в дорожку в новый дом. В Ростовскую область. А это малыш Сократик. Ну, конечно. Привет, мальчик! Привет, мамочки и папочки! Жанна! Ну, все, Жанна... Смотрите, такая ситуация. Лаванда кушает, а Жанна стоит охраняет огурчик, который ей не достался. Так смешно они часто так делают. Ну, вот это утренний забег. Всем бодрого утра. Вот так вокруг. По кругу бегает. Ой, я не могу. Слушайте, какая она милая. Анжела наша, это какая-то невероятная милота. Так присоединилась Бажена. Нептуха. Анжела, она всегда собака-улыбака. Я выхожу, она всегда рада. Всегда, они все рады мне. Ну, это просто комочек счастья какой-то. Очень благодарна заводчику за такую красотку. Спасибо вам, Леночка. Я знаю, вы смотрите наше видео. Ой, ты боже мой, чучундра. Чучундра. Мы немножко живем, конечно, не поболоничи. Но немножко более спартанно. Но ничего, зато у нас бодро и весело. Все, полетели. Полетел круг. Почетно. Все. И шаманчик, да? Бажен, ты все уже закончила с ними бегать? Так, ну давайте передадим приветик от наших малышей. Я, конечно, там еще не поубирала. Тут мне еще предстоит уборка. Но мы должны всем сказать доброе утро. Мы должны всем. Ушка, у кого завернулась. Эй! Доброе-доброе утро. Всем из Крыма. Из наших яселек. От средненьких наших малышей. Потому что сейчас я еще частично поубирала у самых маленьких. Пеленочки поменяла. Но еще не доменяла у самых младших. Провансик передает привет своей семье. Провансик! Ах ты такой, я солнце милая. Ах, это Милена, попрыгушка. Вчера наши детки стали еще чуточку взрослее. Вчера на дом к нам выезжал ветеринар. И наши дети все из этих детей чипировались. Да, Славушка. Славушка уже давно привита чипирована. Эти малыши чипировались. И теперь у нас осталась, Буази ты мой, вторая вакцинация. И мы станем совершенно взрослыми. Да, лисенок? Никто даже не пикнул. Провансик передает еще раз привет своей семье. Вот так вот мы умеем лазать. Славушка, ты пойдешь ко всем взрослым? Это Милена Елисеевна. Пандора, лисенок, кисенок и Ниагара. Привет! Сейчас, тихо-тихо. Хочу ее снять. Ее снять невозможно. Вот она. Мамочка. Вот она, ваша Франческа. На. Вот это вот вокруг у нее светленькие очки. Вот так вот она рыжая. Черненькая уходит. Вот так рыжий соболь перецветает. И она, я уже вижу, будет ярко-рыжая. Вон у нее за ушками. Как вы и мечтали. Она чудо. Чудо чудесное. Франческа, на. Вот она, вот она, на. Я специально так. Братик-провантик. По крупным планам вам снимаю. Чтобы вы полюбовались своей красотой. Это наша Пандора. Лисенок. Кисенок. Длинный носик тоже привет передает. Вот так вот. Своей маме. А? Так, черника. Глаза черники вчера тоже просто покорили нашу. Нашего ветеринарного врача. Говорят, ну и глазищи. Вот такие вот у нас глазищи, да? Тика-тика-тика-тика. Пусть-пусть-пусть-пусть. Слава. Славушка. Милена прибежала. Знаете, поймать, показать четко щенка очень тяжело. Вот такая игра. За шкирку тебя, за шкирку тебя. Вот так. Ниагара занята. Ниагара занята взрослыми вкусняшками. И малышка-ямаечка. Тоже передает вертихвостик. Всем привет. Солнышко милое. Милая, красивая. Милая, красивая. Полетели, побежали. Что вы там жуете? Еще про Ванцикова в кадр. И напомню еще раз, как всегда, что среди этих деток. У нас в продаже две вот эти бело-пятнистые девчонки. Бело-шоколадная Славушка, которая полностью привита, чипирована и готова к переезду. И бело-черный триколор Милена. Красотулька. Так, ну что, ребяточек, оставляю и пойду поубираю. А у вас это все будет в одном видео. Что, Слава? Что? Так, еще раз показываю Милену. Да, ребяточки, это сложно. Снять щенка, чтобы его и вообще собаку, чтобы еще можно было рассмотреть. Сейчас аккуратненько, если он будет закрыться. Это фантазия. Шаман своей персоной. Аксенова. Аксенька. Красавица. Кошечка. Жанночка, ты, как это тебе не досталась морковушка? Жанношка охраняет. И моя стервоза. У нас Жанночка стервоза. Она может всыпать. Она такая, девочка, характерная у нас. Ну, на самом деле, склоки и драки в нашей стае категорически запрещены. Выяснения отношений легкие, конечно, бывают. Но драк я не допускаю. Хотя, ребят, конечно, бывают. Особенно мальчишки, когда нервничают, когда течки. А у нас течки практически постоянно. Вот сейчас у Анфиски. Но достаточно спокойно себя ведут кобели. Мы только вчера с мужем восхищались поведением нашего мажора. Сейчас расскажу. Вот так вот вместе лежат Филипп, который является главным кобелем в нашем питомнике. Но он никогда в жизни не позволит себе обидеть девочку. Это такой дом-жуан и обольститель. Все, кто когда-то имел общение с нашим Филиппом. А Филипп у нас лучший производитель. У него больше 90 вязок за его почти 9-летнюю жизнь. Поэтому у нас очень большое потомство дано. Он шикарный, он идеальный. У него всегда рождаются здоровые, красивые дети. И поэтому он известный у нас в Крыму на самом деле. Ну, а теперь уже и за пределами. И он по характеру, вернемся к характеру, да? Он никогда не обидит девочку. Ну, вообще такой мальчишка у нас не скотчный. Но мы его называем человек настроения. Я думаю, что те, кто любит Филечку и имеет к нему отношение, с удовольствием послушают мою историю. Вот видите, но он может, вот если он не хочет, он порычал аккуратненько и все поняли. Бывают малыши, когда на зло лево прыгают. Но это практически все взрослые собаки делают. Он отрыкнется и показывает, что нет, меня не трогать. Но он никогда в жизни не обидел даму. Кстати, сразу всегда люблю перескакивать. Маруси, получается, у нас внучка Филиппа, от которой мы ждем потомство. И когда Марусенька родит, она дочь за сменой роликса, Филичка станет прадедушкой очередной раз. Космос лежит посередине. А вот мажор, я когда училась, получала образование кинологическое, скажем так, конечно, опыт гораздо важнее, чем кинологическое образование, но только получив его, училась я больше года, скажем, где-то почти полтора года, ну вот с чем-то. И, конечно, освежить в памяти и почитать, это всегда очень интересно, почитать, послушать лекции. И мне вот в памяти отложилась история, которую вот как раз-таки я проходила во время учебы, об отношениях в стае, очень интересно. Я всегда сравнивала со своей стаей. Мне было очень удобно и интересно учиться, потому что мне было с чем сравнить. Ну, во-первых, у меня все-таки опыт содержания собак очень большой, ну и плюс у меня на самом деле настоящая стая. Так вот, в стае собаки делятся, естественно, на иерархическую такую составляющую, да, лестницу. Это очень легко проследить, если, ну я внимательный заводчик, я постоянно общаюсь со своими животными, поэтому мне вот совершенно не сложно было это проследить. И вот Филя у нас главный, это мы все берем по кобелям. А Жорик, это его называют Дядька. И такие вот в этой лекции, это было, я не помню лекции, я читала, называется Дядька. Ну, такое звание имеет эта собака. А где он сейчас, я его вообще найду, Мажорик, а то я про него рассказываю, не вижу. Он здесь так весело играет наша лохматая компания. Он второй за главным кобелем. Но этот кобель полностью держит всю стаю, 100%. Этот кобель, как вы знаете, принимает роды, воспитывает щенков. Это единственный кобель вообще в моей жизни. У меня не так много было, конечно, кобелей. Это единственная собака, которую интересуют роды, которую интересуют по-настоящему. Он их принимает, он их вылизывает, он нализывает им животики. Он вот сейчас, каждое утро, запрыгивает в манежи. Он их нюхает, они к нему все лезут. Они ему залазят в животик, как к мамочке. Он с ними сидит, он их никогда не обидит. И самое главное, он не просто ими интересуется, как вот бывает после родов, кобели интересуются девочками, потому что, ну, от них запах такой определенный. В плане там вязки, кровавых каких-то этих штук. Нет, у него совершенно другое отношение. Заботливое, он заботится о щенках. Он им вылизывает, как мамочка. Вот это вот его, скажем, название в стае называется дядька. И вот дядьку воспитать нельзя. Что мне очень понравилось вот в этой лекции, дядькой нужно родиться. Такие кобели рождаются редко, и они бывают. Это наш мажор, вот он заслуженный. Папа, дедушка тоже уже и прадедушка. А он является Елисея, видишь? Видите, он является, у меня получается, Юлечкиным детком внук. Ну, кому-то не внук, кому-то не папа. Ну, то есть, это шуточно можно сказать, что он нянчится, потому что это его внуки. Понятное дело, что не из-за этого. Этого точно собаки не знают. Внуки это или правнуки, или дети, особенно кобели. Еще что-то самое интересное, что у нас есть главная девочка в стае. Это наша Равшель. Ее не смеет трогать никто. На втором уровне это царица. Ну, и там я уже, я вижу, я знаю, могу рассказать, кто где находится. Вот. Но по кобелям вот я закончу. Кобель первый у нас Филипп. За ним идет мажор, который строит всех кобелей. Ну, а здесь уже мальчишки по возрасту. Здесь прям четко видно. У нас следующий идет по возрасту Елисей, Космос. Они все время выясняют между собой петушатся, знаете, как называют. Они как бы на одной линии. Они не дают там я выше, я ниже. Но вот они как бы на одной ступени. Но Елисей старше, возраст там на год, да. И это заметно. Ну, и так далее. Шагуся побежала. И пошел ниже у нас Купидон. И вот сейчас они начинают тюкать, показывать, кто не птуха. Тарантинку уже поджимают под себя, так как он уже половозрелый кобель. Ну, это очень-очень видно. Молодые кобели не подчиняются, ложатся. Вот. В стычки не идут. Но здесь еще, конечно, мой контроль. Потому что молодой кобель, он всегда хочет показать себя самым важным. Вот. Поэтому старшие кобели воспитывают младшие кобели. И теперь возвращаюсь к мажору. Мажор это единственный кобель. Давайте вспоминайте, что я рассказывала про Филиппа. Он никогда не обидел ни одну девочку. Когда к нему приходили на вязку, спрашивали, как мы там обсуждаем, какой день, можно вязать, нет. То есть там мы тоже подбираем же эти дни. Я говорю, у меня Филипп и бестечки повяжет. То есть обходительные. Ему абсолютно все равно, будет его кусать девочка или нет. Он никогда не ответит. С ним вообще никогда не было проблем в вязках. Потому что есть такие мальчики, на которых девочка огрызнулась, и она больше в жизни не подойдет. И скажет, иди-ка ты отсюда, красавица, я вязать тебя не буду. Но это отдельная история. Кто держит кобелей, тот знает. Так вот, мажор позволяет себе ложить на спину, как я называю, даже Рошель. То есть он воспитывает всех сук в стае. То есть что ни по его, он вылетает, он всем показывает свое место каждый божий день. Я его иногда за это ругаю, говорю, ты что девчонок обижаешь? Он вылетает, маленький петушок, с весом 2,200, но он иногда там чуть разъедается, 2,200. Это мелкота. Он держит здесь всю нашу стаю. Это очень интересно. У девчонок все немножко по-другому. Ну вот, это суки, они стервозничают, когда у них щенки, они их охраняют. Тут совсем по-другому все. Но сегодня я хотела рассказать про кобеля, потому что это очень интересно, это очень по-разному. Но самое главное, что в нашем доме склоки категорически запрещены. Я вам хочу сказать, что любые собаки при неправильном воспитании и неправильном контроле берут, как говорится, все в свои лапы. И если над ними нет вожака, постоянно будут выяснения отношений, чего допускать совершенно нельзя. Ну, то есть это беспорядок, это опасно для жизни. Скажем так, вот в стае Чихуахуа навредить собаке тоже могут. Ну, то есть, вот, допустим, стая, она накидывается, бывает, во время игры. У них игра такая, там, за хвост тянут в разные стороны. Или вот, например, вот, 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 пример. Втроем играют с Лёлей. Сейчас это просто игра, но они могут очень сильно разыграться. И игра может перерасти даже в склоку. Вот. Поэтому на данный момент никаких, как говорится, опасностей нет. Я вижу, я понимаю, когда собака хочет драться, собирается драться. То есть не бывает ничего моментального, мгновенного. Но если несколько собачек во время выяснения отношений налетают на одну, они так делают, то тогда, конечно, могут быть и последствия, и рамки, и у нас такое бывало. Вот. Если бы это была, ребяточки, другая порода, или бесконтрольно оставлять собак наедине, то собака может погибнуть. К сожалению, я знаю такие случаи, когда гнобят одну собаку, вся стая гнобит, только и ждут повода, чтобы её унизить. Это видно. То есть вот сейчас это игра. Нужно чётко распределять, когда игра, когда нет. Ну, я как кинолог, я как опытный заводчик, я это вижу и контролирую. Потому что многие не видят, говорят, вот, сейчас они дерутся, что он её укусил. Нет, это игра, собаки так общаются. И это абсолютно нормально. А здесь как раз-таки вот произошло. Елисей охраняет Энечку, дочь свою, которая ест морковку. А мимо проходил Тарантино. И так, чтобы ему не было желания даже близко подойти, Елисей его ущипнул, скажем так. Тот понял, ушёл в сторону. Вот. И когда собак оставляешь на бесконтрольное, отвлекаюсь немного, выяснение отношений, это чревато. Я вам скажу ещё раз вернусь, что я знаю случаи из жизни, слава богу, в моём питомнике такого не было, когда собаки убивали в стае собаку. Вот. Это чаще всего сути. Сути суку. Это не щенки, это не кобели, а чаще всего сути между собой, потому что, даже изучая психологию собаки, ясно это описано. Кобель, он даже не только у псовых, в жизни у людей. Прошу прощения для сравнения, только не обижайтесь. Он всегда хочет показаться красавцем, если кобели дерутся, как мы назовем, они петушатся, я сильнее, я красивее, поднятие холочки. То есть, чтобы завоевать любовь девочки. Не буду говорить по-собаче, потому что нельзя на канале в Ютубе называть это слово вообще на самом деле. А девочка, мать, у которой родились щенки, по природе своей, должна сделать все, чтобы ее дети выжили. и тем самым в природе одна собака, мама, волчица со своими щенками, может убить и вторую маму, чтобы выжить. Это такой процесс выживания в природе. И если это новорожденные щенки, им и убить щенков. Кстати, уже более старших щенков чаще всего она принимает за своих, и выкармливает их, и может и вылизывать. Но тут уже зависит от мамы и от ситуации. Вот так, как и в человеческой жизни. Суки, они и суки. Простите, нельзя это слово называть. Бьются насмерть. Поэтому драки между девочками гораздо страшнее, чем драки между мальчиками. Хотя многие этого не знают и не осознают. И еще раз, никогда ничего не происходит мгновенно и случайно. Каждый человек, который держит стаю, он это осознает и должен осознавать и знает, что просто так ничего не происходит. Предварительно всегда есть предпосылки к этому. То же самое, когда ты идешь с собакой, и она внезапно набросилась там. Вот говорит, я шел, шел, он раз и набросил. Но никогда собака не делает ничего внезапно. Она внезапно не кусается, она внезапно не набрасывается. Собака телом, своими жестами своего тела всегда показывает перед тем, как что-то сделать. Она всегда меняется поведение. Поведение хвоста, поведение той же поднятия холки, шерсти, выражение морды. Ну, то есть, меняется полностью стратегия поведения. И всегда можно понять, вот есть такой миф, что если собака виляет хвостом, то значит она радуется. Нет, не всегда. Собака виляет хвостом очень всегда по-разному. Вилять хвост может по-разному. Хвост, это, конечно, показатель. Наверху он виляет, он или между ног зажатый. Тогда тут ясно, собака либо боится, либо, ну, это, скажем так, показание, что показывает собака, что она в стрессе, в страхе, когда хвостик между ног опущен. Когда, как говорится, хвост стоит пистолетом, собака возбуждена, но возбуждена она может быть по разным причинам, да, настороженность, чаще всего. Вот. Ну, и виляние хвостом, это также может быть возбужденное состояние, даже предагрессия, а не только радость. Поэтому хвост виляет тоже очень по-разному. Ну, а наши собаки хвостом улыбаются, как я всегда говорю, собаки улыбаться не умеют. Их вот, видите, назойливая айвуха, хочет с ними играть и виляет хвостом. Поэтому, когда у собаки есть хвост, это очень прикольно. У тех собак, у которых нет хвоста, функцию выполняет задняя часть попа. Но не всегда все там можно увидеть, да. Это еще раз вам мажорик, наш дядька, наш няня, наш акушер, у нас кобель, который держит всю стаю. Так, ну что, Жасминушка, Жазун, Жазунечка, красавица, передает всем привет. И я пока закончу прогулку. Здесь, я думаю, сегодня мы интересно с вами поболтали. Поубираю и, возможно, покажу вам сегодня еще наших малышей. Да, хочу сказать, что в нашем питомнике, как я всегда продолжаю своих видео, есть детки, которые в поисках папы и мам. Это две девочки, Славушка и Мелина, которые у нас здесь в вольере бегают в ясельках, старших на сегодняшний день. Ну и маленькие малыши, там у нас мальчишки. Это три мальчика Тарантиновича, два шоколадных, один черный подпалый, который открытый для резервирования. Сегодня им 23 дня всего. Они уже ходят, я им вчера уже миску с кормом ставила, они кушали такие сладкие. И, значит, детки помета нашей Юлианы, два красавца. Это Арон и Юлиан Дон-Джуан. Юлианчик все-таки короткошерстный, но я сниму отдельно, потому что, может быть, кто не понимает, о ком я говорю. И, значит, из помета гермионы нашей мраморной, вот этой красавицы, у нас в продаже четыре мальчика. Два голубых длинношерстных, один бело-лиловый длинношерстный и короткошерстный, такой, как мама, голубой мрамор. Так, пока здесь заканчиваю и продолжу. Вы увидите сразу в продолжении видео, а я пока отключаюсь. Ну что, как всегда, открываем чистые ясли. Заходите, вы сегодня у меня молодцы. Я, кстати, заметила за своими щеночками, какие они умнички. Пока щенки маленькие, они приучаются к пеленке, и вот последние дни я стала замечать, что прихожу четко все на вот этой пеленке. Полная, накаканная, все. И, конечно, бывают промахи, но большинство у нас все на пеленочке. Ну, на эту тоже они любят ходить, поэтому я в двух сторонах кладу, чтобы им было выбор, как говорится. Ну, они большие, молодцы и умнички. А у нас, кстати, там разборка идет на улице. Ямайка. Так, Ямайка хочет отнять у лисенка вкусняшку. Да, Ямушка? Ямушенька. Мушенька маленькая. Лисенок вкусняшку вкусную нашел, а Ямайка за ним бегает. А там у нас, вон, видите, наблюдательный пункт сидит Надюша, Шаман и все-все-все. Славушка, Ися, вон они, хотят тоже сюда. Но мы пока гуляем. Это, кстати, Исидора тявкает. Ися, это ты гавкаешь? Кисенок, кисенок. Так, ну что, оставляю детей. Нет, не могу не снимать. Давайте посмотрим, как они играют. Боже мой, не могу. Люблю, не могу. Вот я всегда люблю наблюдать, как собаки кушают, вообще как животные. И, конечно же, как играют. Я не могу это просто не снимать. Поэтому уж простите, если много. Но я знаю, что мои подписчики рады всегда, когда у меня длинные видео. И очень даже расстраиваются, когда короткие. Поэтому давайте вместе посмотрим. Дети уже кушали, но когда я их запускаю, как вы заметили, они тоже сразу начинают кушать. Кстати, хочу напомнить, что Пандора не продается, но в продаже лиловый триколор похож на Пандору братик ее, Патрик, и голубой с подпалом еще братик, ой, там у нас Персей и Патрик. Патрик голубо-подпалый, если допутаю, но не столь важно. Видео я выставляла, поэтому кому интересно спрашивать, они не живут в нашем питомнике. Это доченька у нас алиментная от Космоса, Космосаич. А это наша Елисеевна, красавица, которая в поисках папы-мам. А это возмущаются там, возмущаются на улице, играют. Это наша красотка, которая еще не нашла свою семью, пока девочка продается за 100 тысяч рублей, но возможно я цену подниму, поэтому девочки у нас две, Славушка 120, а моя умница, воспитанная, красавица Милена, поэтому торопитесь, если кому она нравится, очень красивая, ладная, складная, яркая, красивая дочь нашего гранд-чемпиона Елисея, веселая, умница, активная. Многие боятся, мне нужен спокойный щенок, ребят, щенки должны быть веселые, они не могут быть спокойные, спокойные щенки больные щенки, поэтому характер только формируется, все будет зависеть от воспитания, на данный момент наши дети все воспитаны, все прекрасны, с прекрасным характером, разные, но от этого никто не хуже, ну а здесь клубочек счастья, Франческа и и черника прибежала, и провансик весело играют, и радуют душу, и передают приветики своим владельцам, все детки зарезервированы, сладкие конфетки, кстати, игра нормальная, абсолютно, щенки должны вот так развиваться и играть, да, у них острые зубки, но они как волчата, они играют, так нужно, так нужно, скажи, развиваться, да, вот что, вот такие вот, и Ниагара прибежала, Ниагара прибежала, атик, 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 вообще не веселье, а здесь у нас завтрак Пандора и Милена, а там у нас погрызание вкусняшек, лисенок и Ямайка заняты, ну, а взрослые тоже все гуляют, ну, уборка закончена, ура, 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 привет, я тоже рада, как и вы, и вам улыбочка хвостиком, вот это настоящая улыбочка хвостиком, такая девочка, ну, а здесь у нас страдает Ися-Кися, потому что у девчонок слишком вкусные вкусняшки, говяжьи носы, занимаемся ушки говяжьи и говяжьи носы, кстати, здравствуйте, Славушка, а куда мы, вот этот цветок для вас прям как подставка, Славушка запустила, Слава, ну, остановить мгновение, дайте я вас сниму, Провансик, ты сегодня звездочку показываешь, скажи, я сегодня звездочка, так, Милена, уши не трогать, Милена, уши вчера склеили, стоят, но нужно еще контролировать уши у щенков, когда я слышу, когда встанут уши, когда нужно, тогда и встанут, пойдем, девочки, давайте, покажу вам, что значит, навела порядок, значит, все помыла, побрызгала, потерла, ну, это такая, не очень генеральная уборка, генеральная, это когда я всех выгоняю, все запшикиваю, оттираю, и дезинфицирую, сегодня у нас обычная дезинфекция такая, лайной, легенькая, а так, у нас дезинфекция есть и серьезная, я когда-нибудь закончу это видео, мне еще малышей показывать, самых младших, а я вас все не могу закончить снимать, потому что они милые, улыбайтесь, ребята, вместе с нами, я так рада, когда наши видео приносят удовольствие, и очень-очень многие люди не являются владельцами наших выпускников, да и не собираются, в принципе, а просто кайфуют на нашем канале, наблюдают за жизнью маленьких собачек, я рада, что я не только заводчик, я еще могу кого-то обрадовать своими непрофессиональными съемками своих красивенных собачек, и поделиться той радостью, которая нравится мне, конечно, человек каждый делится то, чего у него в избытке, вот этого у меня в избытке, я с наполненной душой и радостью делюсь с вами по возможности почти каждый день в лох из нашего питомника Чихуахуа Кастропула, кстати, я снимаю на телефон обычно, самсунг, и мы за рукой закрываем звук, да кто там завалил лисенка, сердце дыбом подняла, боже, ты мой, вот такие они взрослые собаки, пытаются, что-то уже тут характеристы, а что у нас там шуршит, конечно, Айва, они не могут, им нравится играть в этом, где у нас фильтры стоят, вон они, у них там во всем, видите, Айва, Айва, выйдите оттуда, возле проводов этих и шлангов, ну, оно все отключено, я включаю, и смотрю, когда включаю, что, не дай бог, только Миша дарахнула, ну, там все, все под присмотром, я думаю, что, как заводчик, я делюсь жизнью малышей с самого рождения, так, хотела показать, рассказать, но я чувствую, что Айва сейчас получит по заднице, да, Айва, а ну, фу, нельзя трогать провода, конечно, больше нечем заняться в этой жизни, давайте играть в игрушки, наверное, пойдем, мама даст что-нибудь, где тут наша еще, скажет, игрушку одну дали, больше ничего не дают, больше ничего, скажи, не дают, на, на, иди, играй, Надюша побежала, как будто бы не видят, нет, игрушек, ребят, много, но я их убираю просто каждый вечер, и потом опять выдаю, а это вот коровка у нас все валяется, эти, конечно, собаки чем-то должны заниматься, поэтому, когда вот так они тянут провода, здесь вины их нет, здесь вина только моя, что здесь у них вот такая игрушка стоит, им нравится это тягать, а Филечка, кстати, лег, позагорать, скажи, нет, тут все ходят, пошел я отсюда, все дело в том, что я хотела сказать, что я как заводчик делюсь жизнью щенков, уже зарезервированных, либо когда человек еще думает, и, наверное, можно мало встретить таких питомников, которые показывают жизнь свою каждый день, как она есть, и мне бы самой было очень интересно наблюдать за жизнью щенка, которого там я зарезервировала или там купила, пока он растет у заводчика, но это сложно снимать, показывать, очень сложно вести канал в плане залетных, которые пишут всякую чушь и гадость, и, ну, как мне мой сын меня научил, говорит, мам, не обращай внимания, просто проходи мимо, не обращай внимания, я уже почти научилась на них не обращать внимания, потому что показываешь собачку, тебе и про Крым, и про ситуацию в мире напишут, и проклянут за то, что имею официальный питомник в России и на полных правах занимаюсь племенной деятельностью с образованием кинологическим, нет, у нас же полоумные, проклянут, да чтоб вы то, да чтоб вы сё, ненавижу, ну, конечно, я уже об этом говорила много раз, повторяться не стану, мне всегда очень жаль этих полоумных людей, я им желаю только мозгов в голове и побольше добра и заниматься своей жизнью, пойти помыть унитаз, как я всегда говорю, на кухне порядок навести и сказать доброе слово соседям, потому что ненависть, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит, именно тех, которые ненавидят, ненависть, это пожелание ненавижу, не хочу видеть, пожелание смерти, когда человек произносит слово ненавижу, тем самым он желает вот такого, представьте себе, не подразумевая даже плохое, а все, что человек желает, оно обязательно сбывается, но только по отношению к тому человеку, который желает и возвращается вдвойне, а то и втройне, поэтому давайте друг другу желать только всего самого лучшего и доброго, как мы желаем вам каждый день от чистого сердца, делимся радостью, улыбками, хорошим настроением, и у нас это наверное получается, да, косенька, космостар, ты космостара моя сладкая, такая собака, скажи, я страдаю, потому что мне нужны бесконечно невесты, да, вот так ведут себя племенные кобели, царица, мать моя женщина, ты моя любимая девочка, моя сладкая, умница моя, а инюшка у нас, смотрите, пузатик, видно, инюшка, инюшка у нас, пузатик, цацунька, так, ну что, сократик, приветик, скажи всем, конечно, конечно, немного покажу наших малышей, самых маленьких, здесь я пеленочки сегодня поменяла, это у нас валяются вкусняшки, ушки говяжьи, вот они, жарко, поэтому я стелю пеленочки, они вот так вот на голом полу, на линолеуме, вот здесь и так мы кондиционер включаем, кто-то на подушечке, кто-то на полу, им нравится, это Георгиус, справа, вот он идет, Георгиус, вообще-то, сейчас пописает, кстати, детям сегодня месяц, поэтому я обязательно их показываю, этот малыш свободен, вот этот красавец, шармик, ползет тоже на пеленочку, нам сегодня месяц тоже свободен, и мраморный, Сонюшка, это наш, Альфонсо, побежал во сне, и бело-голубая девочка, Каролина, она не предлагается в резерве для питомника, наблюдаем за ее ростом, вот, вот тут мы пописали, и вот такой вот у нас месяц нам, красотунчикам, и приветик от этих деток, которым тоже сегодня месяц, сегодня 26 июля, мы родились 26 июня, братишки, вот Юлиан, Дон, Джуан, все-таки у нас короткошерстный, как вы видите, с подшерсточком, носик-курносик, с имбернаром его еще называют, у меня под видео, посмотрите, какой красавец, будет ярко-рыжий, отметенный, и братишка, его длинношерстный, невероятно одетый, красивенный, спит сладко-сладко, меня зовут его Арон, Юхансон Арон, и два малыша, иди сюда, еще тут Гермион иных, это наш джунгли, ты, Дон, Джуан, ну ты настоящий Дон, Джуан, посмотрите, ложится, и вот так вот показывает лапочками, это Юлиан Дон, Джуан лег на солнышко, вот такой вот, один месяц, малыш свободен, ребята, снимаю макросъемкой, щенки не крупные, щенки стандартные, красивые, крепенькие, но они не огромные, просто снимаю очень-очень близко, этот голубой малыш джунгли, и вот здесь вот такая вот милота, мамочки, папочки, в семье, привет, малыш зарезервирован, это Лувр, вот такой вот, красотун, бело-мраморный, сладкий, вот он, скажи я, какой, вот он, скажи я, какой, вот он, мальчик мой, иди сюда, покажись, иди, доброе утро, как же вас не показать, а, это Анатоль, Анатоль, младшенький, Анатолику сегодня только 23 дня, и скажи, я тут вообще со всеми себя веду, как взрослый, корм уже кушаю даже, я уже тут даже кушаю корм, этот малыш, Анатоль, Тарантинович, я посмотрю, зубоньки есть, не могу посмотреть, мальчик открыт для резервирования, а этот малыш зарезервирован, вот он, скажи, какой я, вот, и мальчишки свободны, остальные мальчишки свободны, поздравляем наших сладеньких с месяцем первым жизни, и желаем им быть здоровенькими и счастливенькими. Ну, а это малыши Тарантиновичи, они, кстати, уже тоже ходят и играют, и им 23 дня, как я сказала, Анатоль там, а это уже у нас пошел, кто у нас, это мальчишка, я здесь, кстати, еще пеленки не меняла, все какие классные пеленки, вот здесь два дня они у меня лежат, мама, конечно, убирает, еще за ними, и я тут убирала, мне очень нравится, это у нас все длинношерстные дети, Тарантиновичи, детки лаванды нашей, 23 дня, раз вы уж проснулись, то давай, вчера мы вас не показывали подробно, это Адриана, крутяцкий пацан, свободен, шоколадный, с подпалом, длинношерстный, обалдуенный, просто товарищ, давай покажу тебе, вот такой, как всегда, макросъемка, сейчас только надо сфокусировать, ребята, мутновато, вот он какой, Адриана, чудо, из чудес, и маленький, у нас самый маленький, он родился на самый маленький, но пока ни о чем не говорит, вот так вот мы уже ходим, это Антонио, малыш, тоже свободен, сейчас всех покажу, сейчас всех покажу, вот такой вот, малышка, такой сладкий, Антонио, девочка Олекса, дай посмотрю на тебя, слушайте, у них подпал, похожий тигровый, вот такая вот у нас, девочка Олекса, в резерве для питомника, и девчонки, которые уже нашли свои семьи, Аделаида, Аделаида, иди давай, маме привет передадим, там у меня на улице веселье, я слышу, сейчас, Аделаида, вот такая вот Аделаида, маме привет, Москву, и Аглая, Аглая, кстати, самая маленькая, вот она, скажи, какая, видали, какой у нас нос, вот такая вот тигрулька, тоже передает привет, своей семье, хвостико-вилятелница, вот такая вот курносенькая, так, ребят, все, на этом я буду точно заканчивать это видео, и так оно очень длинное, и интересное, всем пока, до новых видео, до новых встреч, проснулся, Альфонсо, и кусает за ушко сестру Каролину, на этом я буду заканчивать это видео, всем пока, до новых видео, до новых встреч, люблю вас, обнимаю, с пожеланиями доброго дня, и прекрасного настроения, с уважением, Екатерина, домашний питомник, Кастропола, из Крыма, из Крыма, Продолжение следует...